В прошедшую субботу на певческом поле собрались представители органов власти, средств массовой информации, студенты столичных вузов и техникумов. Поводом для встречи стала традиционная эстафета газета «Советская Чуваша», посвященная памяти летчика-космонавта Андреяна Николаева. Финальный этап эстафета собрал спортсменов и любителей уже в 78-й раз. Спортивные костюмы вместо деловых, беговые кроссовки вместо привычных туфель. В таком амплуа их встретишь нечасто. По традиции ликотлетическая эстафета стартовала с вип-забега. Замечательное ощущение, в этот солнечный день мы бежим на эстафете «Советской Чуваши» с полной уверенностью в нашей победе. Самым спортивным представителем органов власти стал председатель кабинета министров республики Иван Моторин. Он финишировал первым и передал победную эстафету представителям СМИ. Великолепная погода сегодня стоит. Я надеюсь, что все уйдут с эстафеты с хорошим настроением и запомнят это на долгое время. Наша телерадиокомпания выставила на эстафету две команды и заняла на пьедестале почета тоже два места. Любители бега с национального телевидения заняли почетное третье место. Приятное ощущение, мы заняли третье место. Вторыми финишировали сотрудники редакции Урмарской районной газеты «Херли Елав». На первом месте спортсмены-любители с национального радио. Бежать было просто прекрасно. Большую поддержку командам журналистов оказали многочисленные болельщики во главе с министром информационной политики Чувашской республики Александром Ивановым. Спорт, это мы все знаем, это здоровье образ жизни, это активный образ жизни, это хорошие мысли, это трезвые мысли. Пресса и спорт вместе, это здорово. Следом за представителями СМИ на старт вышли ветераны спорта и спортивные семьи. В спортивную программу также был включен отдельный запрет для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Победители этого старта были награждены специальным кубком «Сильный духом». Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.